Спортом занимался в юности, плавал, гимнастикой увлекался. Сейчас позволяет себе выделить лишь 30-40 минут времени для утренней зарядки. Говорят, что вашей бодрости, энергией может позавидовать любой молодой. Это правильно. Да. Откуда берете? У вас есть президентский рецепт бодрости? Нет. Знаете, если уж вас интересуют такие вещи, я должен сказать, что я никогда специально ничего не делал, не делал. Для того, что я на том месте это не соблюдаю. Режим у меня особого режима такого, строгого режима нет. Когда кушат, когда не кушат, когда спать, когда не спать, то нет. У меня очень беспорядочные режимы. Питается Гейдар Оливич тоже очень просто. Специальных каких-то блюд тебе никогда не заказывает. Вот очень любит варенье из лепестков роз. Хотите я вам? Хочу. Хорош. Я не пробовала. О, ты же не варенье. Мне варят варенье на целый год. Хватает? Ну, я же малый. Каждый день вот я два стакана чая. И больше ничего. Вот это вот. Столько я вам положил. Это мне моя дневная норма. Хватит. Кстати, говорит, когда-то в молодые годы, будучи студентом, мог и приготовить себе сам. Что готовить? Знаете, я больше хорошее, что жарил себе. Яичницу делал. Ну, иногда, значит, мама моя присылала из Махчевани, как в Махчевани осенью жарят бараньими кусками и, значит, заливают бараньим жиром, такой большой кувшин. Вот мама иногда там банку мне присылала, вот я ее там разогревал там в сковородке и кушал, когда я был студентом в Махчевани. А как это блюдо называется? А? Не так? Каурма. Ну, каурма – это жареное мясо. А возвращаясь к теме президентского рецепта бодрости, говорит, действительно, многие не выдерживают его темпа и режима работы. И, кстати, с 90-го года он не обращается к врачам. Я решил, что все, сколько я проживусь, только проживусь. Я уже не буду больше там, чтобы проверяли мой пульс, проверяли мое давление, чтобы проверяли там, какое состояние у меня кромили, какая электрокардиограмма. Все. Их идуваю. Угу. Угу.